Своя рубашка. В Европе, происходящие на Украине, напрямую увязывают с безопасностью всего континента. Не упоминая уже общее место, украинские перевороты, кризисы случились из-за того, что от Киева потребовали подписать соглашение с Евросоюзом. И такая Украина, воюющая с разрушенной экономикой, голодная, сегодня продолжает декларировать свои намерения присоединиться к Евросоюзу. Ведь документы подписаны. Еврочиновники успокаивают, когда-нибудь так и будет. Но это долгий путь, который может занять десятилетия. Показательная реакция на минские переговоры. Войны в Европе не хотят, но замглавы Европарламента, представитель Польши Чернецкий, заявляет, что Меркель и Оланд без участия ЕС ради интересов собственных стран пожертвовали Украиной. Мой коллега Иван Благой пытался понять, почему за продолжение войны в Донбассе радуют одни и те же члены Евросоюза. И кто этим братьям по Европе советует. 70 лет назад немцы ощутили весь ужас того, что война пришла к ним в Донбассе. Это было полное уничтожение. Английская и американская авиация бомбила Дрезден. Без оглядки на мирных жителей и культурную ценность города. В Дрездене сейчас открылась панорама того пепелища. Но когда пытаешься расспросить немцев о том дне, говорят они не про Дрезден. То, что происходит сейчас в Восточной Украине, в Дрездене я сам это пережил. Люди напуганы, согласно опросу немецкого института МНИД. Почти каждый второй житель Германии опасается. Конфликт на Украине перерастет в военное противостояние России и НАТО. Подавляющее большинство немцев категорически против поставок оружия украинской армии. Если конфликт на Украине приобретет полномасштабный характер, европейцы рискуют потоком беженцев. Потому что Европа богата, она привыкла из гуманитарных соображений беженцев принимать. И понятно, что беженцы туда поедут. Это первое. Второе. Вполне возможен поток нелегального оружия, которое будет трудно перекрыть, потому что все-таки граница большая. И что-то неизбежно будет протекать на сторону европейцев. А это опять-таки дестабилизация. Министр иностранных дел Греции на этой неделе прямо об этом и заявил. Преградив, что в случае кризиса в его стране из-за приостановки финансовой помощи ЕС получит еще и неконтролируемый поток беженцев из Сирии и Ливии через территорию Греции. Таким образом, к проблемам на Востоке у Евросоюза может добавиться кризис на юге. США при любом из сценариев на Украине ничем не рискует. Мы теряем время. Россия теряет время. Мы, как Евросоюз, теряем время. В этой ситуации победителей мало, но они есть. Это США, которые, кстати, невзирая на то, что заняли самую жесткую позицию, по санкциям расширили свою долю в российском рынке в уходящем году и китайцы. Поэтому мы, я имею в виду старой Европе и старой России, я думаю, пора понять, что от этого выигрывают другие. Немцы чувствуют, что сидят на пороховой бочке, при этом фитиль, ведущий к этой бочке, они не контролируют. Для того, чтобы понять, в каких обстоятельствах находится Берлин, достаточно вспомнить ситуацию с американским ядерным арсеналом на территории Германии. Сейчас США собираются провести его модернизацию, разместить в стране ядерные заряды последнего поколения. При этом Вашингтон даже не обязан спрашивать разрешения на это у Берлина. А вот немцы, напротив, обязаны выделить примерно 2 миллиарда долларов из бюджета на новые американские бомбы, размещенные на американских же военных базах на территории Германии. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, по информации газеты Бильт, намекнула на страх европейцев перед отправкой на Украину 4-х американских дивизий. Действительно ли лидерам стран угрожали такой перспективы или нет, неизвестно. События на этой неделе развиваются стремительно. До Минска Ангела Меркель летит в Вашингтон. Пока ей удается усидеть на двух стульях, сохранять твердую позицию против поставок оружия на Украину и заявлять о своей лояльности к главному союзнику. Вы можете быть уверены, это не важно, что мы решим. Альянс между США и Европой останется, и останется крепким, даже несмотря на то, что по некоторым вопросам мы можем не всегда соглашаться. Эти слова Меркель не без удовольствия. В первом ряду слушают вице-президент США Байден и госсекретарь США Керри. К мирной европейской инициативе, вторым Минским соглашением, судя по утечкам в прессу, в Вашингтоне относятся с пренебрежением. Это раздражает США, и если это соглашение будет иметь успех, то это даст пищу для размышлений. Мы, европейцы, впервые договорились между собой без США. В Вашингтоне же, по всей видимости, хотят, чтобы вопрос мира на Украине решался исключительно Соединенными Штатами. Эти настроения буквально витают в воздухе. Телеканал CNN на этой неделе и вовсе назвал украинские войска проамериканскими. Такая оговорка по Фрейду. Что касается Европы, в свободное плавание США ее вряд ли отпустят. Об этом говорится прямым текстом. Слишком многое на кону. Европа, вы все являетесь краеугольным камнем участия США в делах остального мира. Я повторяю, Европа – краеугольный камень участия США в делах всего мира. Чтобы понять, что происходит сейчас, экс-вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммер предлагает вернуться в 2000-й год. Гер Виммер тогда посетил конференцию для европейских политиков в Братиславе, организованную при участии Госдепартамента США. «Было сказано, мы прочерчиваем линию от Риги через Одессу до турецкого Дияр-Бакыра. То, что западнее – это американская территория, что восточнее – может быть Российская Федерация. Но нас это в принципе не интересует. Мы не хотим такого деления Европы. Мы не для этого 70 лет ввели соответствующую мирную политику. С этой точки зрения для нас это драматический вопрос». И в Европе, и в США сейчас идет перетягивание каната между условными партиями «Войны и мира», сторонниками разрешения конфликта, как скажет Вашингтон, или своими европейскими силами. Показательным является неожиданное решение о введении новых санкций против России 16-го числа, спустя сутки после обещанного прекращения огня. Это решение, по некоторым данным, было продавлено вопреки воле официального Берлина. Меркель выступала за отсрочку. Как только в Минске договорились о перемирии, США заявили о переброске в Германию на базу Шпангдален 12 штурмовиков А-10. Их разработали еще во время Холодной войны, специально для уничтожения советских танков и бронемашин в Европе. А в Эстонии американские солдаты из Техаса тем временем учатся вести боевые действия в условиях средней европейской зимы. У нас здесь тренировки в холодных условиях, нас поставили на лыжи, а мои ребята никогда не видели лыжи, разве что только по телевизору. Сколько бы ни полировала действительность немецкий канцлер, заявляя о трансатлантическом единстве, сейчас оно трещит по швам. Именно из-за ощущения европейцев, что мир находится у красной черты. И если пылыхнет, то пылыхнет дома, а не где-то за океаном. Если США пойдут на пролом и примут единоличные решения, последствия могут быть для них неожиданными. Неизбежно возникает дискуссия об американских войсках на немецкой территории, о том, может ли американское правительство через территорию Германии поставлять на Украину оружие. Это будет означать, что США, очевидно, заходят так далеко, что ставят под угрозу те отношения, которые у них сложились с европейскими странами после 1945 года, когда европейские государства, такие как, например, Люксембург, не только Германия или Франция или Великобритания, скажут, нас это не устраивает, мы хотим быть услышаны, мы не рабы, мы партнеры. А если вы обращаетесь с нами, как с рабами, мы и будем реагировать соответственно. Восстанем. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд произнесла программную речь. Из нее можно понять одно. Но стратегия выбрана. Попытки удушения России продолжатся, в том числе за счет наступления на позиции нашей страны на европейском газовом рынке. США делает ставку на так называемый Южный газовый коридор. Сеть трубопроводов из региона Каспийского моря в Европу. По всей центральной и восточной Европе и на Балканах в этом году вы увидите, как мы удвоим свои усилия совместно с союзниками и партнерами по продвижению открытого управления, усилению независимой судебной системы и борьбе с коррупцией. Услышав такое обещание, европейские лидеры, имеющие неплохие отношения с Москвой, должны бы крепко призадуматься. Вашингтон много раз демонстрировал, каким образом США продвигают идеи демократии по всему миру. И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Николай Долгополов, Александр Гусев. Первый канал. Воскресное время.